МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Дорогим наставникам просверчается, сегодня у Гомеля прошел областный сход у гонор профессийного свята педагога. Золотый взросл сегодня означает День пожилого человека. Черговый крок до безбарьерного сяродя. Но в аходе у одну из гомельских поликлиник створили пандус. А зараз об гэтым иншим больше подробязна. Размова об перспективах развития Галины, узнагороджение педагогов и концерт с уделом наученцев у стану адукации. Сегодня у Гомеля прошло областное свято, присвяченное Дню наставника. С его удельниками встретились наши корреспонденты. У областным громадско-культурным центры сегодня собралосься тысяча работников у стану адукации. Миновито стольки человек можем вместить гэтая зала. Дарыши зараз на Гомельшине у гэтых галине прасуют 59 тысяч человек, полов из яких – наставники. У программе областного свято – экскурс у гісторию, концертная программа и узнагороджение. Нагрудными знаками – выдатник адукации, гоноровыми грамотами и подяками облаканкам и областного совета депутатов, а так само – Министерство адукации. Миновито такую узнагороду отримала директор 21-й Гомельской школы Инесса Карпина. У самой школе, якая отличилась свою гісторию с 1908 года, сегодня ее называют установой 21-го стагодзя. Заховываючи традиции, тут живуть будущим. На практице это означает подрыхтовку в учнях на высокем адукациином узровне и грамадзянско-патриотичное выхование молодцы. На республиканском конкурсе кадетских классов, який пройшел на гэтым тыдне, команда 21-й школы заняла первое место. А про то, выники тестирования по химии и биологии, тут завсёды, высшайшие, за республиканские показчики. Прежде всего, в своей школе я горжусь своими учителями, потому что, если бы не было такого хорошего коллектива, не было бы хороших побед. Естественно, ни одна победа не проходится без детей. Дети всегда заряжают энергией, новыми идеями учителей, которые ведут их к победам. Хоть досягнениями на республиканском узровне сегодня возначаются не только школьники. На гэтым тыдне у Минску пройшел республиканский конкурс «Педагог года». З восьми представников в области пять отримали у Знагороды. На рахунку региона два золотые, два серебряные и один бронзовый медалей. На Гомельшині саправды шмат профессионалов, які здольны давать якосные веды и выховывать саправдных грамадян своей країны. Это не значит, что в Галине сегодня нет вопросов, на которые необходимо звернуть повышенную увагу. Но при гэтым сяродых нет ни одной проблемы, которую было бы немогчима вырешить. Система, конечно, есть над чем работать. У нас есть вопросы, где требуют оттачивать мастерство в вопросах питания, организации питания, подвоза детей. Я не снимаю со счетов те моменты, которые касаются методических аспектов нашей работы. Это касабельно практически всех учителей-предметников. В преддверии Дня Учителя мне хочется поздравить всех учителей, всей администрации, всех тех, кто кует победы на учебном плане. С праздником, пожелать им здоровья, успехов, удачи. И с большим удовольствием входить в класс, быть преданным детям и нашей любимой родине. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У адрес керавництва Гомельского Аблова Конкама протягивают поступать звороты зудячностю за патрымку паломников хасидов на белорусско-украинской границе. Губернатор в области Геннадь Соловей отрымал письмо от израильской общины хасидов. У тексте означается «Десятки людей, які вернулися дадому после неудачной поездки в город Умань, выказывают свое захопление белорусской гостинностью. Патрымку паломников яны параунали с саправдным цудом. Пятная вода, кошерная ежа, палатки, коудры допомагли людям трыматься у гэтой непростой ситуации». Община хасида у Чарнобыль пожадала керавництву региона поспехов и добробыту. Сёння – Межнародный день пожилых людей. Коллективы предприемств и организации широко имкнутся подяковать коллегам, які зараз знаходятся на пенсии, загады у парты, працы и подораны вопыт. Гомельское областное объединение профсоюзов повиншевало со святом былых супрацовников. Усе яны отдали своей справе долгие годы життя. Керавництво организации ладзило для их чаепитие и зробило памятные подарунки. Гости свята рады, что их ценят, яны зауседы отшивают клопот своего объединения. Нас всегда приветствуют и поздравляют, и не только подарки нам вручают. Одним словом, я бы сказал, что отношения к нам, пенсионерам, бывшим работникам аппарата объединения профсоюзов, относятся самым наилучшим образом. Я искренне благодарен. Гомельское областное объединение профсоюзов проводит подобные сустречи что год. Так само, по доброй традиции, организация наведала дом-интернат для состарелых и инвалидов Шубина в Ветковском районе. Объединение профсоюзов зауседы подрымливает его постояльцам. Я считаю, что этот день очень важен. Мы должны помнить о этих людях, общаться с ними. Хотя эта встреча должна быть ежегодичной, но этот день дает возможность нам воочию собраться и поговорить о наших вопросах, которые есть у них. До дня пожилого человека на Гомельщине промерковали старт доброчинной кампании «Клопот». Я ей лазить белорусское товарыство «Червоного крыжа». Что хоть с первого костричника по пятой снежни волонтеры активно допомагают пожилым и людям с инвалидностью, подопечным медико-социальной службы «Червоного крыжа». Например, сегодня у советской районной организации Гомеля организовали бесплатную цирульню для пожилых людей. Сегодня первый день октября. Это знаменательная дата – День пожилого человека. В этот день мы стараемся больше дарить тепла и заботы о наших подопечных. У нас их очень много. Люди нуждаются в заботе и тепле. Сегодня мы решили пригласить наших подопечных к нам в организацию и сделать им стрижки и прически. В течение года наши волонтеры ездят к подопечным, к нашим. Их у нас очень много. И первая группа инвалидности, и детки-инвалиды. Мы стараемся уделить свое внимание, в котором они нуждаются. Далее в программе – солодкий стол, гуторки и подарунки. А кроме того, медико-социальная служба «Допомога» на постоянной основе оказывает адресную допомогу одиноким пожилым людям, например, с уборкой и набытком медикаментов. Волонтеры так само избирают и передают старым необходимые сроки особистой гигиены, теплые одения и обуток и продукты харчевания. Маломобильным пациентам и матье с колясками станет легче. Но в аходе у других филиал Гомельской центральной городской поликлиники усталевали «Пандус». С этой нагоды сегодня, в День пожилых людей, тут собрались те, кто принимал удел в этой годной справе, а так само медперсонал и пациенты. «Пандус» сделали за полтора месяца. С грошами допомогло предприемство «Гомелинерго». У якости спонсорской допомоги выделили больше, как 28 тысяч рублей. Для поликлиники – великая сумма. Самое головное, что зараз трапить у медустанову инвалиды-спинальники смогут без сторонней допомоги. Таких пациентов у филиаля 7 человек. Больше сручно будет и тем людям, для которых за взрослую хвороб и травм тяжко ходить, навод по невеликих преступлениях. За устройство «Пандуса» очень хочу поблагодарить, в первую очередь, это РУП «Гомелинерго», которая выделила нам денежные средства председателя общества инвалидов-калечесочников Геннадия Григорьевича за помощь в организации устройства «Пандуса» и, конечно, СМЭП «Гомельского облсполкома». За последние пять годов, скажет старшиня громадского объединения инвалиды-спинальники Геннадь Золотаров, система охоты здоровья заробила вельми шмат для безбарьерного уладкования медустановы. Сегодня я считаю, что очень большой подарок жителям этого района в том, что наконец-то здесь построен такой пантус. Мы долго совещались и с проектировщиками, и со строителями, и вот нашлись и спонсоры, которые оказали финансовую поддержку. И такое сооружение до сегодняшнего дня не есть. Оно, думаю, соответствует всем строительным нормам. Я думаю, проблем для любых людей, которым необходимость посещать, уже все условия для этого созданы. Компания отримает квалификованных специалистов, а ВНУ удосканалить адукационную базу. В межах погоднения между Гомельским государственным техническим университетом Мясохого и товариством Миртек Инженеринг на базе установы адукации открыли в учебную лабораторию. Студенты будут займаться тут метрологией и специальными вымяреннями у промысловой электронницы. До этого в червяне филиал кафедры Университета промысловая электроника был организованный на предприемстве Миртек Инженеринг. Для ВНУ это реализация практика арендованности навучения и мотивация студентов до профессиональной деятельности. В перспективе шмакчимость для молодых специалистов працевладковаться в компанию, которая является одной из ведущих в Украине по вытворчасти контрольно-вымирального и телекоммуникационного обстановления. Технический университет стал первшим у Беларуси, где изъявился филиал кафедры Миртек Инженеринг. Надеемся на то, что после того, как студенты пройдут здесь какую-то подготовку, получат дополнительное обучение у нас на предприятии. Это будут высококолистизированные специалисты в области приборостроения, в области производства плат. Таких предприятий, как у нас, в таком масштабе в Беларуси нет. Это одно из самых крупных предприятий, которое как занимается и научной деятельностью, практической работой, так и создает какие-то серийные приборы, которые позволяют облегчить быт в области энергетики, в области газификации, водоснабжения. Обновление законодавства в нотариальной сфере обмерковали на онлайн-посядженне у Гомельскими облыканками. У ВДС-электоры приняли удел специалисты из усяго региона. Змены тычатся службовых особ сельских, выканавших и распорядочных органов, которые выполняют нотариальные функции. С третьего студента 2021 года их полномодства изменяют, они не смогут оформлять завязчанни, доверенности и похотненни. Гэтым будут займаться нотариусы. Мета-конференции вызначить, как будет организована праца юристов у новых умовах. Нотариусы будут выезжать в сельские населенные пункты. В основном это, конечно, агрокородки или центры сельских советов. И, в принципе, это будет по постановлению Министерства юстиции, которое определит порядок выезда. Скорее всего, это будет заявительный принцип. И, соответственно, информация, которая будет предоставлена нотариусу, будет оценена им, он будет знать, зачем ему выезжать. И, как прежде, будут обслуживать на селе. Будут составлены графики, которые будут размещены на сайте Белнотере нашим. Поэтому, я думаю, что информация для населения будет очень доступна. И их права ущемлены в нотариальном обслуживании не будут. У Гомельской области, как минимум, пять человек отруцелись грыбами, поведомили у областных центров геиены, эпидемиологии и громадского здоровья. У Тымлику есть один смиротный выпадок. Сезон на рыхтовке даров лесу у разгары. У санслужбе звертают увагу, что до сбора грыбов, их кулинарные опрацелки, заховывания необходимо ставиться вельми уважливо и осторожно. Так само медики нагадывают, что самолячение при отручивании грыбами недопущально. При заявлении первых предмет терминово звертаетесь по меддапамогу. «Я у фарбах чую свет». У выставочной зале ГДУ имя Франциска Скарыны открылась выстава живописного ученца у Гомельской детячей школы мастатства. И она присвечена 20 годю створения группы для детей с порушениями слыху. У 2000-м годе по рашении Гомельского гарвы Канкама во установе открылся экспериментальный класс для детей с инвалидностью. За 20 годов зновученцами працевали розные наставники и перекладчики жестовой мовы. Але незменным за усёды заставался Василь Сидоренко. В 2015-м он стал переможцем областного конкурса профессийного майстерства «Настауник года». За годы працы педагог допомог становлению творчей особы и индивидуальности десятков детей. В экспозицию вошли омаль 50 работ розных годов, які одрозниваются по сюжете, жанрах и колорития. Эта выставка, если вы посмотрите, самое удивительное, что есть работа тех деток, которые 20 лет назад были детками. Вообще эта выставка-подборка можно считать трёх этапов. В 2000-м году организовалась, потом средний этап в 2010-е и уже 2020-е. Поэтому здесь вот эта история прослеживается очень неплохо. Я лично считаю, что такие группы не просто надо поддерживать, их надо трансформировать ещё больше, потому что люди есть, которые хотят и желают. На протягу 20-ти годов выхованцы экспериментальной группы годно представляли школу на разных узровнях. Среди них есть президентские стипендияты, лауреаты премии городского и областного выканавших комитетов по поддержке талиновитой молоди. У лицеи МНС сегодня ладили спортивное свято, в яхо промерковали до дня наставника. У дельники турниру кадеты, лицеисты, а так само школьники из Гомельска и Жлобинска районов. Амаль 80 юнаков и 2 дяучинки. В среди них дети, которые трапили в тяжкую житевую ситуацию. Наше учебное заведение опыт работы с подобными детьми имеет давно. Изначально, когда учебное заведение создавалось, основной целью была его помощь именно таким ребятам. Это дети-сироты, дети из малобеспеченных семей. Ну и сегодня ещё принимают ребята, которые из Гомельского и Жлобинского районов. Это ребята, состоящие на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Поэтому цель максимально вовлечь их в нормальный процесс, связанный со спортом. Самое главное, конечно, польза – это воспитание нормального мужского характера. У программе спортивного свята турниры по волейболе, мини-футболе и стральбе с пневматичной винтовки. Организаторы мероприемства обрали гэтая виды спорту, потому что яны не потребуются саблевые подрыхтовки. При этом миновито яны цікавят дзятей. Это и атак самая иншая новина. Информацию об проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Начнем с обстановки на дорогах. Накануне в Ветковском районе погиб пассажир, который после ДТП вылетел из салона автомобиля. Авария произошла на автодороге Р-30. Женщина-водитель, пойдя на обгон трактора, отвлеклась от управления и зацепила прицеп. В итоге потеряла управление. Ее машина опрокинулась, а пассажира выбросла на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель получила телесное повреждение, а 80-летний пассажир, который находился на заднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. ГАИ напоминает, обгон – один из наиболее опасных маневров, требующих от водителей повышенного внимания. Сушил на даче не только грибы, но и марихуан. Но житель Будокошелева не только скрывал у себя травку, но и не прочь был ею побаловаться. Местные оперативники выявили факт хранения и употребления наркотиков. По сведениям МВД, 39-летний мужчина приобрел для своих нужд летний домик в деревне Потаповка. Там же устроил схрон наркотических веществ. В ходе осмотра жилого помещения оперативники нашли зеленое вещество растительного происхождения. Оно хранилось в тайниках на чердаке. Эксперты дали заключение, что это марихуана весом почти 200 граммов. В сарае, стоящем неподалеку, обнаружили бутылки с опиным сгоном и приспособления для употребления зелья. Возбуждено уголовное дело. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрирован один пожар, на котором повреждено одно строение. При оказании помощи населению спасен один человек. Ликвидированы два торфяных пожара на общей площади 0,2 гектара на территории Житковического района. На оказание технической помощи спасатели выезжали 18 раз. Накануне в 4.49 утра поступило сообщение о пожаре кирпичного неэксплуатируемого здания телятника на территории молочно-товарной фермы деревни Пыхань Ветковского района. Огнем повреждены ворота. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог. Грибной сезон в разгаре. Поиски ведутся чаще. Накануне два человека заблудились в лесах Гомельской области. В окрестностях агрогородка Янова Ветковского района всю ночь блуждал мужчина. На утро следующего дня он вышел из леса самостоятельно. А в Будокошелевском районе силами МЧС и местного лесничества искали женщину. В лесных окрестностях деревни Рудня Викторинская ее обнаружил лесниче. В медицинской помощи женщина не нуждалась. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужской гонбольный Гомель добыл очередную победу в чемпионате Белоруссии. Правда, далась она подопечным Андрея Мочилова нелегко. Обыграть неуступчивую молодежку на ее паркете получилось с преимуществом лишь в один мяч – 35-34. Один с югалами в составе Гомеля отметился Дмитрий Смоликов. Он самый результативный в команде. В турнирной таблице Гомель на втором месте. Лидирует Мешков Брест. Завтра Речицкий спутник продолжит борьбу в Кубке Беларуси по футболу. В 1-8 финала розыгрыша трофея. Команда Вячеслава Левчука на домашней арене принимает жодинская торпеда «Белаз». Игра пройдет на стадионе «Центральный» в райцентре. Начало в 14.00. Мозырьская славя на этой стадии сыграет с Гродненским Неманом. Матч пройдет в Мозыре на стадионе «Юность» в воскресенье 4 октября. Начало в 16.00. Семь наград привезли дзюдоисты из Гомельской области с республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ. Соревнования проходили в стайках. Победителями в своих весовых категориях стали воспитанник ДЮС США номер 2 Речицкого района Никита Рябцев и Ксения Коробот, представляющая Хойникскую ДЮС США. Также в активе представителей нашего региона пять бронзовых наград. В Гомеле завершился открытый чемпионат области по прыжкам на акробатической дорожке, посвященной памяти заслуженного тренера БССР Александра Гинзбурга. За награды боролись более 80 спортсменов из Гомельска, Витебска и Могилевской области. И сильнейших определяли в трех возрастных категориях. У воспитанников Гомельска из дюшер номер 4 три золотые медали. Победили в своих категориях Виктор Антипенко, Даниил Мазур и Полина Лозбень. Также в активе гомельчан пять серебряных и три бронзовые награды. Сегодня в Гомеле стартовало первенство области по баскетболу. Состязаются девочки 2007-2008 годов рождения. За победу на региональном старте борются четыре команды. Из Калинковича и Речицы, Светлогорска и Гомеля. Лучшая в составе сборной области отправится на республиканское первенство, которое пройдет с 4 по 8 ноября в Солигорске. Мы на протяжении уже двух чемпионатов, которые прошли по седьмому году, мы дважды были бронзовый призер, третье место занимали. В принципе, мы конкурируем с командой Минска и Гродно. И все зависит от того, как готовы те команды. Восемь месяцев не было соревновательного процесса. И девочки видно, что еще разобраны. Но мы тренируемся с июля месяца, наша команда Гомельская. Понятно, что кого-то из области мы возьмем. Не только тренировками будут жить гомельские баскетболистки. В оставшийся до первенства республики месяц запланировано участие в двух турах славянской баскетбольной лиги. Это поможет с набором игровых кондиций. Отмечу, что на минувшей неделе в Гомеле состоялось первенство страны среди девочек года младше. Хозяйки на турнире заняли второе место, уступив в финале команде Минска. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова